Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо нашей музыкально-кулинарной встречи в этом простащающем отеле Корстон Москва. С вами, как всегда, Василиса Абросимова и Остап Остапчук. Сегодня у нас не совсем обычная встреча. Мы хотим поздравить всех присутствующих мальчиков и мужчин с прошедшим днём Защитника Отечества, а всех девушек с наступающим 8 марта, которые уже не за горами. Аплодисменты! Ура! Василиса, как ты думаешь, насколько трудно молодому артисту без связи и больших денег пробиться к вершинам шоу-бизнеса? Я думаю, это очень сложно. Да, особенно если он простой, русский парень. Но ведь счастливый случай в жизни каждого из нас никто не отменял. И, как говорят, талант всегда пробьёт дорогу в жизнь. И артист, который сегодня у нас в гостях, достиг успеха именно благодаря своему таланту. Встречайте! Певец, автор песен и композитор, победитель конкурса Народная артистная телеканала России Алексей Гомон! Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Очень серьёзные люди, здравствуйте! Алексей, у меня к вам такой вопрос. Вы любите готовить? Я больше люблю есть, конечно же. Хорошо. Тогда сегодня мы будем готовить с вами тарталетки. Шикарно! Это очень вкусно обычно бывает, когда готовит кто-то другой, когда не я. Да. Тогда для начала нам понадобится каждому взять по тарталетке. Мне нужно пять тарталеток таких. Кольцам экономить. Итак, берём ложечка, ложечка. Есть у нас ложечка? Вот ложечка. Берём каждую по ложечке. Алексей, вы можете... Передайте ложечку, пожалуйста. Спасибо большое. Накладывайте ложечку. И накладываем в тарталетку вот этот крем творожный. Чуть-чуть, одну ложечку. На тарталетку. Ага. Так, накладываем аккуратно всё, старательно. А какое количество какое? На донышко? На донышко, да. Хорошо. А между тем, у меня к вам, Алексей, возник вопрос. Был ли у вас такой момент в жизни, когда вы опускали руки и не верили, больше успел? Был и будет, я думаю. Это же главное... Мы растём в этот момент. Когда мы понимаем, что мы ничего не можем сделать, допустим, или когда мы находимся вне зоны комфорта, когда нам плохо. Обычно у нас во всём этом безобразии внутреннем есть, как раз можно найти выход. Когда хорошо, мы их выход не ищем. А так, есть развитие какое-то. Так что я люблю очень ситуации, когда, знаете, руки опускаются. Это значит, что они поднимутся и можно будет поднять с этими руками гораздо больше вес. Ну, а сейчас мы берём паникки. Оливку вот так берём мы все. А можно маслиной взять? Да, конечно, можно. Маслину берите. Маслиной? Ну, можешь маслину взять. Всё, что хотите, берите. Я беру маслиной. Ну, сыпь это возьми тогда. Накладываем в маринку, в тарталетку. Нашу вот так аккуратно. В серединку её можно. Руки же все помыли. Да. Так. И можем брать креветочку. Может кто-то что-то другое любит. Я возьму пиндорку. Креветочку в тарталетку. Креветочку в тарталетку. Можно взять колбаску, огурчики. И я возьму себе помидорку чири. Да, помидорку кушаем. Берём вот такую. А подайте, пожалуйста. Я вас очень прошу. А то у меня только тарталетки рядом. Я же не дотянусь ни для чего. Давайте, поднимайте. Ещё один. Спасибо, я его съем. Благодарю. И можно брать спокойно тарталетку чири. Спасибо. Спасибо. Ну или кто-то другую начинку. И сверху о них. И ничего. Вот так вот накалываем. И увалим. Тарталетка готова. Как накалываем? Накалываем? Ну вот так вот накалываем тарталетку. И вот сюда, и иголочку до конца. И всё. И всё. Спасибо тебе большое. Я же могу. Можете брать и кушать. Так, всё. Эти тарталетки готовы. Можем их отложить. Можем их отложить на отдельном букете. Я вижу, есть вам нужна тарелка. Давайте все тарталетки можно сюда сложить. Теперь говорим как-то более сладкую тарталетку. Фруктовую или обычную. Друзья, если у кого-то есть вопросы, говорите, не стесняйтесь. Какого-то вопроса? Нет. Так, Василиса. А вы поёте английские песни? Я могу петь английские песни. Приходилось петь английские песни. Но так как я живу в России, пою для русских людей, я редко очень это делаю. Понятно. Так, сейчас, ага, так, это сразу два. Да. Пожалуйста. Убивали нас. Скажите, вы поёте песни про войну? Про... Я пою песни для военных. Но они про войну бывают тоже, да. Так, 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 так. Тут просто разрых. Я очень часто работаю для солдат, так как у меня песни есть русский парень, я часто работаю для военных людей. И произведение 23 февраля, поездки в горячие точки, это в принципе все со мной связано. Поэтому пою песни про войну, да. Давай, как тебя зовут? Андрей. И поговорить с вами вопрос Алексея. В каком конкурсе вы победили, ну, первый раз? В вообще первый раз? Да. Или по конкурсу, который сделал меня, дал мне эту работу артиста? Вообще первый раз. Вообще первый раз. Ну, это какие-то конкурсы в садике. Знаешь, в садике у меня, у нас такая легенда есть в семье, что меня оставили на второй год в садик. Ну, как на второй, может было с шести лет пойти в школу, а может было с семьи. Вот я пошел с семи лет, потому что выступал за честь садика. Танцевал, знаешь, песни. Как это? Яблочко. В общем, играл всяких зайчиков, медвежат. Вот, считай, это был первый раз. У меня есть вопрос. Да. А какая ваша самая первая песня? Представь себе. Я Максим. Максим. А какая ваша самая первая песня? Максим, первая песня. Ну, совсем первая. Наверное, то, что мама пела. Но я их не знаю. Я думаю, это какие-то пластинки. Это детские песни, которые, я думаю, вы тоже выращены наверняка на мультиках советских, поэтому... А какая ваша самая любимая песня? Самая любимая? Новая. Вот напишешь новую песню и прям любишь ее, пока не надоест. А потом следующая. Алексей, у меня к вам личный вопрос. Вот сказано, что вы еще не только певец, но и композитор. Что вас на это вдохновляет? И какие у вас пести, получается? Более такие с настроем или какие-то грустные? Или нежичные? Композитор, такое слово серьезное, вы знаете, композитор. Композитор. Для меня это Бах-композитор. Да? Бетховен. Автор песен, да. Что, я не знаю, знаете, это у каждого человека есть. Просто появляется какое-то внутреннее ощущение чего-то вот, я это отношу к желанию творить. Что-то творческое настроение появляется, что-то внутреннее, какая-то энергетика, которую хочется выразить словами. А словами много тонких вещей не объяснишь, поэтому музыка помогает. А если это еще и со стихами. В общем, для меня это, знаете ли, желание скорее материализовать свои какие-то внутренние переживания. Это и есть вдохновение. Так, вопрос у вас, Елиса, задавайте, пожалуйста. А вы готовили когда-нибудь в своей жизни? В своей жизни? Да. За 34 года ты успел поготовить, поверь. А какое у вас самое первое блюдо? Самое первое блюдо. Я сделал, по-моему, брату. Что? Я сделал брату сосиски в рисе. Я потворил рис, рис оказался не сделанный правильно. Короче, это невозможно было есть, но выглядело это очень хорошо. Потому что одна сосиска была бревнышка, а из двух сосиски я сделал мальчика и девочку, которые сидели, обнимались. Ну, в общем, знаешь, это такое вырезание лица на сосиски. Давайте еще сделаем несколько тарталечек, вот такой тарталечкой. И потом я вам покажу, как я с хлебушком тарталечку. Вы занимаетесь каким-нибудь спортом? А если занимаетесь, то каким? Спортом, вы знаете, знаешь, это грех мой, конечно. Спортом я не занимаюсь вообще никаким. Я настолько ленивый человек, что мне лень даже делать зарядку. Не берите с меня пример, детишечки, а то станете такими же, как я. А как вы попали на телепроект «Народный артист?» Что вам показалось там самым сложным? Ну, знаете ли, это вообще был большой переломный момент, в принципе, потому что он изменил мою жизнь. И сложности я не чувствовал, потому что, вы знаете, это как нас с сорфингом вряд ли кто-то занимался, да? Ну вот на волнах, купались же, да? Когда волна тебя несет и бьет тебя об берег. Я один раз в чекнине захюрил. Вот, прикинь, я точно так же. Поэтому тут уже борьба за жизнь. Я попал в ситуацию, когда ничего не было. Тогда я вижу тебя, следующая ты будешь. Хорошо, уже спусти руку. В общем, это было очень серьезное испытание, но там не было выбора. Ты просто или делаешь то, что тебе говорят, то, что ты чувствуешь. Работаешь, в общем, или на 100%, или не работаешь. Вот и все. Поэтому я тогда не думал, насколько все это было ужасно. Потом уже после «Народного артиста», когда конкурс закончился, я понял, насколько это все было страшно и жутко. Какой вопрос там был? А у вас есть дети, они поют? У меня есть дочь, ей 5 лет. Она, ну, она поет, потому что и мама поет, и я пою. Она на нас смотрит, и она песню, в принципе, сочиняет какие-то такие. Семейный хор. Семейный хор будет, я думаю, чуть попозже, да. Так, друзья, мы уже сидели, смотрите, как я с хлебушком. Берем вот такой прекрасный предмет, разные цветы. Я взяла простой хлеб, потом я взяла сердечко, надобила и брала хлеб. А потом выдумала, что там осталось. Получилась такая маленькая сердечка. Ты очень сильная, знаешь ли. Не каждый на так на хлеб нажмет. Я тоже. Ну, у меня получилось. Конечно, на них. Есть. Алексей, вот какие качества по вашему мнению, по вашему характеру помогли вам пробиться в шоу-бизнесе? Я не уверен, что я в шоу-бизнесе как бы совсем глубоко. Я в стороне стою. И мне кажется, помогают это мои качества характера. Так что я не знаю, кому это нужно. Кто-то для шоу-бизнеса использует хождение по головам, упорство, желание победить. А кто-то, как я, спокойно просто живет, делает свое дело и не мучается, не мучается страшными переживаниями. Поэтому я не уверен, что мой совет поможет вам, чтобы пробиться в шоу-бизнес прям. А есть ли у вас какие-то друзья шоу-бизнеса? Друзья, есть у вас какие-то шоу-бизнеса? Конечно, конечно. Артистов там много, коллеги, все понятно. Как вы думаете, для чего люди поют? Для чего люди поют? Да. Я думаю, это спасение для человека. Люди поют, потому что иногда словами не передать ничего, стихами тоже ничего. Музыкой послушать тоже мало. Андрей, задавайте серьезный вопрос. Что вы делаете, когда, например, завтра концерт, вы просыпаетесь, а вы там с войной в горло. Это страшный сон, Андрей. Это кошмары мои описываешь. Были такие ситуации, но... Что делать? Делать что? Ну, к врачу идти, конечно же. Врач помогает. Есть врачи специальные, которые говорят, подожди. Есть врачи специальные, которые занимаются именно связками. Они тебе засовывают всякие штуки, промывают тебе гланды и все это. Это очень неприятно, больно, но спасает. А если нет возможности, идешь и поешь, что делать с больным горлом. И часто происходит так, что зрители, когда ты видишь зрителей, что-то внутри мобилизуется. Как у спортсменов адреналин впрыскивается. Вот точно так же что-то происходит с артистом, и иногда даже это лечит горло в том числе. Выздоравливаешь. Из температуры работаешь, температура проходит. Так что это такое дело. Да. А вы когда-нибудь пели дерзкие песни? Дерзкие. А, дерзкие? Пел ли я дерзкие песни? Да. Ну, ты такая дерзкая, да? Ты хочешь знать это? Дерзкие песни. Что ты называешь дерзкими песнями? Я. Где бранные слова какие-то? Я. А, они вот эти дерзкие ребята, да? А они какие дерзкие песни поют? Просто интересно. Любые. Любые. Я не очень помню этот момент, но я думаю, была, как у всех, конечно. У меня на самом деле был ломкий голос. Стресс у тебя, да? Сейчас, всю жизнь. Стресс у меня один из детей, школа называется. Ааа. Тут я тебя тоже понимаю. Так что была-была ломкий голос, но я не очень помню. Может, я начал петь после ломки уже, я не знаю. Что там у тебя за вопрос? Не хочешь вопрос задавать? Нет. Какая-то... Алексей, любите вы прибираться со своей семьей где-то, ну, на природу, по-моему, я часто вы этим еду? Ну, с дочерью, да, люблю очень куда-то выходить. Тем более, господи, когда ребенок растет. Это раньше она была скучным, сморщенным существом каким-то. А сейчас ей уже 5 лет, она уже разговаривает. С дочкой очень интересно сейчас. И с каждым годом все интереснее и интереснее. А почему вы любите петь песни? Ну, реально, я другого не знаю. Всю жизнь меня вело к сцене. Я думал, я или петь буду, или артистом, актером. А вы когда-нибудь ходили по подиуму? По подиуму? Ходил. Сколько? Раза два. Так мало. Ну, знаешь, я так хожу по подиуму, что меня не берут просто. Я раза 10. Ну, знаешь ли, ты сравнила себя и меня. Ты красивая одежда. Алексей, а вы когда-нибудь рисковали жизнью ради кого-нибудь? Не случалось со мной такого. И это здесь два варианта. Или это не случалось, потому что я вряд ли бы кого-нибудь спас бы. Или это не случалось, потому что... Потому что, может быть, я спас бы, но ценой своей жизни. Поэтому, видимо, Бог уберег и меня, и других людей. Поэтому мы не встречаемся в таких ситуациях. Алексей, вы также играете в театре. В каких сценах и в каких спектаклях у вас можно увидеть? Сейчас ни в каких, потому что я играл в год уже не играю нигде. Так что вот и ответ на вопрос. Играл на разных спектаклях, сцены тоже были. И большие, и маленькие. У кого еще есть вопросы, друзья? Вы когда-нибудь пели, пробовали R&B и джаз? Джаз? Нет, знаешь, я не джазовый совершенно человек. У меня очень много друзей, которые любят джаз и соул, и R&B, и все, что с ним связано. И я настолько их... так много их слушал, что они уже надоели. Я люблю джаз радио слушать. Именно как... Когда в такси еду. Знаете, в машине хорошо. А в жизни джаз я не слушаю. Кем вы в детстве мечтали стать? Космонавтом. А какого первого слова вы говорили, когда родились? Надеюсь, оно было приличное. Когда вы участвовали в кокурсе народного артиста, там у вас были такие сильные конкуренты, которые могли победить? Саша Панайотов, который сейчас в «Голосе» участвовал, победил в нем. Да, Саша был в нашем конкурсе, я их победил в тот момент. Леша Чумаков, который с Юрием Ковальчук встречается и поет песни. Ну, в общем, там вся десятка была очень талантливых ребят, хороших. Алексей, от кого вы могли почитать? Пожелать всем читачам журнала и выстры, тоже хотят стать писателем лично. Что вы хотели бы пожелать людям? Для начала осознать для себя, хотите ли вы это на самом деле. Потому что петь можно по-разному. Тем более сейчас в эпоху интернета можно, в принципе, делать музыку, которая тебе нравится, и выкладывать ее в интернет. У нас в России очень сложно, это сложный вопрос насчет... В общем, давайте философствуем, скажу. Если сначала нужно почувствовать, хотите вы этого или нет, понять для себя, что это очень сложная профессия, очень нервная профессия, которая не дает вам никаких гарантий. И если вас ничего этого не пугает, то дерзайте, просто делайте свое дело. Работайте на 100%. А там будет, что будет. Олимпиаду смотрел, частично. Хоккей смотрел сегодня утром. Да, я знаю. Участвовали в конкурсе народное хортисты, смотрели по телевизору себе? Да, у нас же как конкурс, мы в среду записывали эфир, а в пятницу был эфир на телевидении уже, когда виделась и страна, и мы снимали уже голосование, результаты голосования. Поэтому, конечно, мы всей командой сидели, смотрели свои выступления. Я на себя не могу без слез смотреть. Это очень странная такая история. Это все равно, что слушать свой голос после записи, знаешь, что-то в этом роде. Все это очень непривычно, и я не очень понимал вообще, почему я победил. Я бы голосовал за другого человека в конкурсе. Какой у вас любимый цвет? Цвет любой? Синий, голубой, холодного оттенка. Очень люблю холодные оттенки. Холодные оттенки. Да. Так, друзья, ну я вижу, наши тарталетки готовы. Можно перейти к употреблению в пищу. Да? Отлично. Наконец-то. Все, готовим и готовимся. Смотреть, можем брать оттуда тарталетки, и потом, когда уже все покушаем, перейдем к концертной части. Хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Субтитры сделал DimaTorzok